всем привет надеюсь большинство людей знает что такое библиотека функций blueprint если вы не знаете то это как раз таки вам необходимо запомнить потому что она будет улучшать вам так скажем житию где ее найти blueprint blueprint фаншин либрали давайте назовем ее бифилибрали зайдем мне и здесь у нас сразу создается функция который мы как-нибудь обзовем давайте это бифил add count какой-нибудь будет что здесь возможно делать вообще в данном случае можно повторяющиеся функции перенести сюда то есть и с помощью так скажем одной ноды вызывать их постоянно неважно где и каком виде да то есть можно персонажи вызвать можно на блупринте уровня вызвать то есть там это библиотека функций подключена практически везде здесь существует также локальные переменные вот допустим здесь можно вызвать давайте создадим переменную count в integer да можем ее здесь записывать брать значение какое-то да настраивается значение здесь count допустим ну я не знаю пусть будет 5 давайте поставим get то есть если мы будем это значение допустим прибавлять там записывать ну как мы обычно делаем да давайте плюс 2 сделаем то есть 5 плюс 2 у нас должно получиться 7 здесь также можно делать print стринги да то есть не вводить их куда-то допустим логику персонажей и так далее то есть можно здесь их прямо произвести и все то есть 5 плюс 2 будет 7 если мы вызовем где-нибудь на персонажики давайте пусть будет на x клавишу возьмем что-нибудь икс и вызовем наших я вызвал бфл потому что я дал короткое имя такое да то есть значение по которому быстро отсортирует меня нашу функцию все вот вот это та функция которую мы создали здесь можно создать намного больше е но это чисто по вашему выбору то есть если мы вызовем из нашего персонажа да вот сейчас запустим на нашем персонаже на букву x и у нас вот слева сверху появляется циферка 7 как видите она у нас всегда не изменяется то есть то что там локальная переменная она хоть даже мы ее и записывали да то есть но она не меняется у нас никогда то есть по сути запись в данном случае она здесь не работает чтобы какие-то действия выполнять допустим те же самые входящие значения да мы должны выставить допустим тот самый тэджер наш каунт сначала мы нашу локальную переменную записываем нашим входящим переменным каким-нибудь да далее мы ее прибавляем на какое значение если здесь вам необходимо здесь настраивать если нет то делаете какую-то входящую переменную которая будет вам отображать ну и соответственно вы либо выводите да то есть здесь просто print string но если вам необходимо это значение и уже на выходе то соответственно вы должны на аутспут добавить да то есть return note и соответственно вы должны подсоединить то есть вот такая вот функция сюда можно подать какое-то значение до которого у вас и уже имеется и либо рандомные там допустим если вам необходимо здесь уже по вашим необходимым нормам да то есть допустим я рандомно прибавляю сюда от 0 до 90 ну вот так вот ладно это мы завершаем давайте посмотрим что еще здесь вообще можно в библиотеке выполнять давайте создадим еще одну какую-нибудь функцию так это у нас ну давайте пусть будет спит бфил спит во первых мы можем также кастовать на персонажа допустим наш персонаж данного случая фирт перс он человек то да то есть вытаскиваем человек то берем допустим записываем сет макс но так он нам не дает ну ладно вызовем через черептор через черептор мувимент давайте запишем сет макс волк спит допустим до ускорения прям до каких-то необходимых значений вы можете через библиотеку передавать представим что мы ускорим персонажа нас на 6000 давайте это тоже выставим на вот на x бифил очень быстро и мы ставим значение здесь у нас есть уже готовые до образно в персонажики на левый shift мы там на 900 прибавляем ну а на x допустим мы можем сделать какие-то другие значения либо еще что то то есть нажимая x и у нас скорость намного выше то есть библиотека функции она как во первых помогает повторяющиеся действия выполнять ну так и вы можете эту библиотеку функции переносить из проекта в проект что например еще можно здесь делать ну вот кроме простых прибавлений да вот наших интейджер вы можете допустим допустим подавать какое-то значение в белосити я не знаю там вектора и так далее да то есть и соответственно тоже бывает такое что необходимо по какой-то по иксу или по игреку там сложить сложить далее там разделить назначение и в итоге должно return node можно так вызвать можно здесь нажать плюсиком да и на выходе допустим какое-то значение подать x y и z ну это как варианты ну а также и можно управлять как и виджетами давайте пусть у нас будет маус шоу название да бифил мау шоу допустим мы просто берем get player контроля надеюсь вы уже знаете что есть такая нода шоу маус курсор берем седа то есть и мы соответственно вызываем то что у нас это должна появить должен появиться курсор ну и допустим захват input а то есть то есть ввода допустим на юай то есть на виджете каком-то но также можно эту функцию да уже преобразовать и там более сложную часть относительно более сложную да то есть если допустим галочка на этой функции будет стоять то у нас будет показываться курсор и переключение так скажем на юай если этой галочки не будет мы переключаемся допустим на без курсорная часть ну и так же переключаемся на игру то есть по сути захват игр то есть вот такие вот штуки можно здесь настраивать то есть если вы настроите какие-то прям обобщенные функции вы это можете перенести в другой проект и вам не надо будет это все переписывать и заново описать вот надеюсь вы это знали если не знали то обязательно пользуйтесь это вам гораздо сильно поможет скорее всего а на этом все до скорой встречи всем пока господин а на 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 Продолжение следует...